Всем привет, ребят! Сегодня у меня скопилось три босса разлома. Я сходил их побил и решил вам показать, как же это происходило. Бил сразу троих, Гиаса, Джихаку и Древней. Давайте посмотрим, как это происходило. Снизу в левом углу Древень, в верхнем углу у нас Джихаку, вернее Гиас и в левом углу у нас, соответственно, Джихаку. Как по мне, Джихаку был самым болезненным из этих троих боссов. Гиас был так себе, хотя бьют они все трое очень довольно-таки больно. Советовал бы идти туда, заряжаясь банками, забафаться иметь забафом на ХП и потом только идти бить этих боссов. Древень. Меня больше всего пугали Древним, что он сильнее Футурума и так далее. Я на Древня пошел, забафался, банок набрал, но как по мне, Древень оказался самым слабым из этих троих боссов. Получил я, соответственно, печеньки, точки и темпку Черного Духа, на которой мы потом будем менять какие-то приколюшки. Выпало у меня из коробочек Кольцо Ланароса Огроф и Ожерель Сечил. Ожерель Сечил я спокойненько себе разобрал в дальнейшем на Камне Ивона. Что хочу вам посоветовать. Если у вас немного дефа, то, в принципе, от этих боссов легко уворачиваться. Они не такие уж и быстрые, и, в принципе, атаки у них предсказуемы. Я получал урон от них в лицо. Если вы не будете поступать так же, а будете от них уворачиваться, дамажить их в спину, отбегать и так далее, то, я думаю, вы легко довольно с ними справитесь. Ушло у меня на этих боссов от 2 до 3 минут времени на каждого. То есть, ну, как по мне, просто изи серебро. Если у кого-то, конечно, меньше атаки, меньше дефа, у вас уйдет на это больше времени, 15-20, а то и 30, как это было на моем твинке. На твинке я бил, допустим, мазка на полчаса, там было 150 атаки, 240 дефа. Так что, если у вас мало атаки, мало дефа, то просто берите с собой баночки, уворачивайтесь от боссов, не поступайте, как я, не принимайте урон в лицо. Они вас сразу же ушатают, потому что бьют они очень, повторюсь. И еще есть такая вещь, прочитал на корейском сайте, что если у вас только появился босс разлома, и вы пошли его бить, то он в этот момент самый сильный. Но если он у вас провисел, допустим, день или два, то со временем он становится слабее. Насколько правдива эта информация, неизвестно. Просто, как мы знаем, корейские переводы через гугл-переводчик, то это вполне может быть то, что босс, когда вы подбегаете к нему, он выходит из разлома, со временем слабеет. Так это или нет, будем проверять, буду узнавать у ребят, которые бьют боссов, у которых они почаще появляются, ну и, соответственно, потом расскажу. На этом все, ребят. Надеюсь, видео было полезным, интересным. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал. Буду проходить и дальше этих боссов, всего их вроде как 10. Посмотрим, как остальные из этих боссов вести. На этом все, всем счастливенько, всем пока.